СЕВЕРНЫЙ ГОРОД СЕВЕРНЫЙ ГОРОД СЕВЕРНЫЙ ГОРОД СЕВЕРНЫЙ ГОРОД СЕВЕРНЫЙ ГОРОД Об этом подробнее нам рассказали в пресс-службе Устилимского суда. Окончательное наказание, 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима суд назначил по совокупности преступлений. Также суд счел необходимым назначить осужденному к основному наказанию дополнительные наказания в виде штрафа размером 30 миллионов рублей и лишения права занимать должности, связанное с осуществлением функции представителя власти сроком на 7 лет. Приговор суда в законную силу не вступил. За прошедшую неделю на территории города и района зарегистрировано 30 ДТП с материальным ущербом. Из них в одном происшествии имеются пострадавшие. 8 апреля в 11 часов на спуске Копаевской лесовозной автодороги в районе 144-го километра от УИЛПК водитель автопоезда в составе тягача с прицепом при движении не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание своего транспортного средства. В результате ДТП водитель с телесными повреждениями обратился в медицинское учреждение, где ему было назначено амбулаторное лечение. За этот период сотрудниками госавтоинспекции выявлено 12 водителей, управляющих транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения. В отношении одного возбуждено уголовное дело за вождение в состоянии опьянения повторно в течение года. Один нарушитель помещен в спецприемник по факту управления автомобилем без водительского удостоверения с признаками алкогольного опьянения и отказа от прохождения медицинского освидетельствования. Ему грозит арест от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей. 8 апреля в Усть-Илимске в очередной раз прошла ежегодная международная акция «Тотальный диктант». Проходил он во всех школах нашего города, во многих городах России и в разных странах мира. Как горожане проверяли знания русского языка, узнала наш корреспондент. «Тотальный диктант» – это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и дать возможность каждому человеку проверить знания родного языка. Мы побывали на диктанте в общеобразовательной школе номер 8, и заместитель директора рассказала, что каждый год количество людей, участвующих в акции, увеличивается. В этот раз только в восьмой школе добровольцев зарегистрировалось около ста человек. Текст для «Тотального диктанта» ежегодно пишут специально. Да, вот в этом году мы читаем текст историка, современного российского писателя Леонида Юзефовича. Он написал трилогию о трех городах. И вот в этом году мы пишем первую часть этой трилогии о городе Санкт-Петербурге. Текст всегда достаточно сложный, интересный. Знаете, это такая своеобразная азартная интеллектуальная игра на проверку себя, что ты можешь. Цель акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека. Дать возможность всем желающим проверить знания русского языка и убедить, что заниматься русским языком нелегко, но очень увлекательно и полезно. «Тотальный диктант» – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» – город Новосибирск. Участвовать может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. В целом, наверное, самая глобальная такая цель – это популяризация русского языка. Все мы знаем, что, к сожалению, литературный русский язык теряет свою позицию. И вот чтобы, наверное, немножко вспомнить правила прописания, услышать красивую литературную речь, вот для этого и проводятся такие акции. Результаты «Тотального диктанта» будут выставлены на официальном сайте. Проверку осуществляют педагоги, учителя русского языка и литературы. Очень важно, что жители города не остаются в стороне, а принимают активное участие в развитии культуры грамотного письма. Елена Шаверина, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Усть-Илимцы любят народные песни, а в сопровождении с зажигательными народными танцами зрелище доставляет еще больше удовольствия. Зал Дворца культуры «Дружба» был полон гостей, пришедших на концерт ансамбля «Сибирь». Чем удивляли публику исполнителей, расскажет Алена Феоктистова. Какой русский не любит задушевные песни и удалого танца? Они не выходят из моды и внутри всегда остаются родными и близкими каждому человеку. Именно поэтому большой популярностью усть-Илимского зрителя пользуется ансамбль «Сибирь». Очередной концерт коллектива доказал, что русская песня – это гордость, сила и душа нашего народа. На берегу крутом да навысоком стоял шардер дружины Ермака, А на реке на Иртыше глубоко, шла непогоду, шла непогоду, шла издалека. Главным направлением творчества ансамбля является сохранение и развитие народной культуры, возрождение песенных традиций сел нашего сибирского края. Хочется отметить большой интерес у молодого поколения к руссконародным традициям. Юных горожан было много не только в зрительном зале, но и на сцене. ПЕСНЯ Зрители с восторгом аплодировали самым молодым исполнителям. В репертуаре ансамбля более 50 произведений. Известные танцевально-песенные постановки были настолько зажигательными, что некоторые гости не могли усидеть на местах. Современная обработка некоторых произведений понравилась всем без исключения. Присутствующие оценили по достоинству профессионализм Сибири. И теперь все с нетерпением ждут следующего концерта. ПЕСНЯ Отряды юных инспекторов движения – это творческие объединения школьников, которые помогают в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах города среди учащихся школ. В минувшую субботу на базе общеобразовательной школы номер 13 юидовцы провели свой слет. Подробности мероприятия в следующем репортаже. Участники слета с каждым годом повышают уровень знания о безопасности дорожного движения. Свои возможности и старания ребята продемонстрировали на различных этапах состязаний, которые проходили в минувшую субботу в общеобразовательной школе номер 13. ПЕСНЯ Необходимо с раннего детства приучать свое чадо соблюдать правила дорожного движения, не прибегать дорогу на красный свет светофора, переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, обязательно смотреть по сторонам. Все эти знания и проверялись на соревнованиях. Считается, что самый сложный – теоретический экзамен. Знания дорожных знаков и правил показали, что юные инспекторы движения хорошо ориентируются на дороге. Мы правила дорожные, примерные изучаем, и все, что их касается, мы твердо исполняем. ПЕСНЯ Благодаря тематическим заданиям школьники запомнили, как нужно вести себя, чтобы не попасть в ДТП. Основную задачу юидовцы выполнили. Ребята оказали активное содействие взрослым в воспитании учащихся и привлечении внимания всех участников дорожного движения к предупреждению детского травматизма. В завершении слета всех наградили грамотами и памятными подарками. Алена Фектистова, Александр Килин, информационная программа «Северный город». 4 июня 2017 года городской картинной галереи исполняется 25 лет. В честь этой знаменательной даты мы решили создать цикл сюжетов, посвященных устилимским художникам. Сегодня мы расскажем о мастере, произведения которого наполнены фантазией, большим воображением, особым философским осмыслением. Минувшую пятницу открылась выставка известного художника Никиты Шоболова. Кроме этого, наша съемочная группа побывала в его мастерской, где Никита Трофимович рассказал нам свою биографию, продемонстрировал написанные им картины, поделился опытом и знаниями. Никита Трофимович Шоболов родился в 1953 году в Иркутской области, в деревне многодетной семье. В 1976 году с отличием закончил Иркутское училище искусств. А в 1983 году художника пригласили работать преподавателем в детскую художественную школу номер один в городе Устилимске, где он проработал более 25 лет. Никита Шоболов – постоянный участник многочисленных выставок от Устилимска и до Москвы. Художник несколько раз выставлялся в Иркутске. Два раза был лауреатом первого и третьего областного конкурса творческой деятельности. В 2000 году была открыта его персональная выставка в Томске. В 1994 и 1997 годах в Устилимске. У меня была выставка, вот здесь, вот у меня третья персональная выставка, две выставки сделал совместно с Иркутским художником, потом с сыном. Сын у меня тоже член Союза художника, вместе с ним делали, мне 60, ему 30, а моей внучке, которая первая родилась, мы все как бы разницей 30 лет ей, но один, 30, а мне 60. Вот тогда выставку сделали. И вот сейчас выставку. И еще выставку делаю я в Томске там. В детстве он подолгу жил в доме дедушки и бабушки, которые сумели воспитать в своем внуке уважение к труду, почтение к старшим, бережное отношение к природе. Для него изображение природы имеет особое значение в творчестве. Он относится к той категории художников, которые умеют в пейзаже наиболее полно и глубоко выразить свои чувства, свои мысли, свое мироощущение. Никита Шаболов признается, что работает как запойный пьяница до изнеможения, при этом никогда не называет себя художником. Может рисовать карандашом, маслом, гуашью, но в данный момент увлечен акварелью. Краски кончались там, краски быстро кончались там. И после этого я вынужден был сидеть там, потому что трудно было купить, допустим, один цвет какой-то, желтый основной цвет, да, там. Вот его нигде не купишь, и все, я сижу, не рисую. А потом взял там магазин, вдруг что-то додумался, поехал там в соседнюю деревню, а там магазин хороший, книжный, а там полную коробку, я карандашей простых купил, там тысячи штук, сколько, я не знаю. И вот стал я рисовать там. В минувшую пятницу, 7 апреля, в картинной галерее состоялось открытие персональной выставки акварели Шаболова. В зале собралось большое количество почитателей его таланта. Гости обменивались мнениями, эмоциями, делились впечатлениями. Никита Трофимович увлеченно рассказывал про свое детство, про свой профессиональный путь, про семью. Выставка продлится до 30 апреля. Насладиться творчеством удивительного художника успеют все желающие. Елена Шаверина, Александр Килин, информационная программа «Северный город». На календаре весна светит солнце, но выходить на улицу в легком плаще еще рано, а время зимней одежды уже прошло. Где легко и недорого приобрести модную демисезонную верхнюю одежду? Узнайте из следующего материала. Выставка продажа верхней одежды открылась в нашем городе еще 7 апреля и уже привлекла внимание устилимцев. Первое, что бросается на выставке в глаза – это заявленная организаторами цена. Она единая на все изделия – 3500 рублей. Дамы любого возраста и комплекции могут подобрать себе понравившуюся модель. Обновить гардероб здесь могут также и мужчины. Практичные, современные, классические и модные яркие изделия рассчитаны на покупателей всех возрастов. Размерный ряд от 42 до 70 позволит одеть любую фигуру. Я удивлена огромным выбором, качеством одежды и есть все размеры. Приходите, не пожалеете. Фиксированная цена на все изделия – куртки, пальто, пуховики. Порадовать себя новой выгодной покупкой можете и вы. Выставка продажа верхней одежды «Все по 3 500» работает каждый день с 10 до 19 часов до 16 апреля в ДК «Дружба» на втором этаже. Алена Фектистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». На сегодня у нас все. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин